Зашифрованные надписи, сделанные при помощи трафарета, покрываются слоем краски. Это завуалированная реклама психотропных и наркотических веществ на стенах жилых домов. Чтобы очистить город от таких объявлений в Самарской области, с 21 по 25 августа проводится масштабная операция под названием «Трафарет». Целью данного мероприятия является очищение общественного паспространства, открытой и прямой рекламы наркотических средств и психотропных веществ, а также выявление лиц, которые непосредственно размещают данные рекламные объявления на стенах зданий жилых и также объектах инфраструктуры. В рамках операции «Трафарет» на улицы областного центра выходят сотрудники полиции, районных администраций, представители общественного совета при областном главке. Они не только выявляют и закрашивают подозрительные надписи, но и призывают горожан сообщать о скрытой рекламе запрещенных веществ. Как говорится, первый блин не прошел кому. Граждане активно откликаются на данные мероприятия, особенно молодежь, которая активна в сети интернет. Она очень активно проявляет свою гражданскую позицию, звонит в дежурную часть, а также сообщает соответствующую информацию о этих противоправных надписях через социальные сети, через официальные аккаунты. Операции «Трафарет» проводятся на территории Самарской области впервые. Но работа по выявлению скрытой рекламы запрещенных веществ не прекращается круглый год. На нее ориентированы не только наружные службы полиции, такие как ГИБДД, ППС, оперативный состав. Меры принимают и районные администрации. В последнее время все-таки меньше стало, потому что все-таки люди, я так понимаю, стремятся к здоровому образу жизни, и им уже это неинтересно. Только за один день на территории Октябрьского района участники операции выявили и уничтожили более 150 незаконно размещенных надписей. Как напоминают сотрудники полиции, за пропаганду и рекламу наркотиков граждан ждет штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч. Для юридических лиц штраф доходит до миллиона рублей. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.